Здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире представляю программу «Якутск сегодня» и я, ее ведущая, врач-психиатр Юлия Касьянова. Нашим сегодняшним гостем является врач-андролог, эндокринолог Григорьев Николай. Николай Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Тема нашего эфира «От здоровой клетки к здоровому организму». И сегодня мы поговорим о том, что такое физическое и психическое здоровье, как они между собой связаны и с чего формируется наше эмоциональное состояние. Николай Николаевич, что такое здоровье в целом? Да, это очень хороший вопрос. Очень многие не понимают, что такое здоровье. Но есть определение Всемирной организации здравоохранения, что такое здоровье. В этом определении написано то, что здоровье — это не только благосостояние и благополучие человека, скажем, телесным его состоянием, но и психологическом, психическом, и условия проживания этого человека. Здесь все включено, что все это формирует состояние здоровья человека. И состояние здоровья человека — это нормальная, хорошая работа всех клеток организма. Мы не должны забывать то, что человек состоит из клеток. Как по подсчетам ученых, примерно 50 тысяч миллиардов клеток находятся в организме человека. И вот эти 50 тысяч миллиардов клеток, все они должны выполнять свою конкретно определенную функцию. Только в таком случае будет нормально функционировать организм. Вот это и есть состояние здоровья. Вот состояние здоровья неразрывно связано с состоянием счастья. Вот в некоторых развитых странах нету такого понятия, как Министерство здравоохранения, а есть Министерство счастья. Сперва я так смеялся. Министерство счастья. Оказывается, потом, только вот по достижению некоторого, скажем, профессионального роста я понял то, что именно состояние здоровья определяет состояние счастья человека. Так что я думаю, здоровье — это состояние счастья. Ну, это как литературно, это всегда отойти вот к этому. У каждой клетки есть свой жизненный цикл, своя программа. И от того, как работают наши клетки, зависит здоровье организма в целом. Как работают наши внутренние органы, система органов. Но какие основные функции есть у клеток? Да, вот, скажем, как я сказал, человек — это примерно 50 тысяч миллиардов клеток. Вот эти 50 тысяч миллиардов клеток примерно делятся на 150-200 видов клеток, типов клеток. И вот, как я сказал тоже ранее, вот каждый тип клетки должен выполнять свою конкретно определенную функцию. Например, клетки головного мозга — это прием и анализ сигналов, скажем, нейронных сигналов, передача нейронных сигналов. Клетки мышц — это сократительная функция. Клетки внутренних органов — своя функция. Клетки костей — своя функция. Клетки кожи — своя барьерная функция. Так что, каждая клетка имеет свою определенную функцию. Но каждая клетка будет, вот, клетки организма, будет выполнять свою определенную функцию только тогда, когда в этих клетках будет вырабатываться достаточным количеством энергии. Вот все из курса биологии в школе знают то, что есть автономные энергетические станции клеток под названием митохондрии. Ну, по достижениям, последние достижениям медицины сказано то, что митохондрия — это как микроорганизм. И вот эти митохондрии, как вырабатывают энергию, вот, только из-за этого будет определяться, будет выполняться ли функция этой клетки. А так, по-простому говоря, самая главная функция клеток — это быть живым. Вот не зря же определение жизни Фридрих Энгель сказал, что жизнь — это сосуществование белковых тел существенным моментом, которого является обмен веществ. Именно в этом обмене веществ и определяется выработка энергии клеток. Ну, вот так я думаю, это моё видение ситуации. О здоровье клеток мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте обсудим, какой самый короткий путь прервать жизненную программу клетки в целях профилактики. Да, надо начинать с другого, не говорить то, что этого не надо, а говорить, как быстро делать так, чтобы клетка перервала свой жизненный путь. Ну, я как сказал, самая главная функция клеток — это быть живым. Каждая клетка старается быть живым и делает всё угодно для этого. Самый короткий путь для того, чтобы перервать жизненные функции клеток — это пренебрегать всеми, скажем, природными заповедями для жизни. Вот, например, чтобы клетка была живая, здоровая, клетка должна обязательно дышать. Это, то есть, достаточное поступление кислорода должно быть. Не зря говорят, что гуляете обязательно свежим в воздухе. Вот то, что мы сейчас душим в помещениях, это далеко не тот воздух, не та насыщенность кислорода, которой необходима клетка. То есть, для того, чтобы жизнь клетка продолжалась, должен быть кислород в дыхании клетки, должен быть питание клетки. Питание клетки — это глюкоза. Глюкоза и кислород — это самые главные материалы для клеток. А если не будет достаточного поступления вот этих веществ, то и клетка, конечно, намного-намного укоротит свой жизненный путь. Конечно, вот сейчас и глюкозу много, и кислорода у нас. Например, у нас Республика Саха-Якутия, больших таких промышленных этих нет. Это кислорода достаточно, но бывает такое, что основа болезней клеток — это нарушение поступления вот этих имеющихся глюкозы и кислорода в клетке. Вот это мы отдельно дальше еще глубже поговорим, а самый короткий путь прервать это — это нарушение поступления дыхания и питания, — это нарушение питания, нарушение перебывания на воздухе, потребление всяких разных, ну, скажем, ну, пагумных привычек, скажем, да. Это алкогольные напитки, это наркотики, это табакокурение, это объездивиживание организма. Жизнь клеток всего организма зависит от, скажем, жизни, от качества биологических жидкостей организма. Биологические жидкости организма должны быть в постоянном движении. Кровь, лимфа, кишечное содержимое, моча, желчь, ликвар, пот. Вот они будут переходить в достаточное движение только тогда, когда имеются мышечные сокращения. Поэтому объездививание, вот человек гиподинамичный, никуда не ходит, постоянно сидячая или лежачая работа, такой стиль жизни ведет, это тоже перемой путь к укорочению жизни клеток. Так что можно по этому вопросу подытоживая сказать то, что нарушение питания клеток, нарушение дыхания клеток, нарушение движения клеток, потребление некачественных продуктов питания, имение, скажем, пагубных привычек в виде наркотиков, курения, алкоголизма, это все, скажем, сокращает жизненный путь клеток. Не зря вот профилактика клеток, профилактика заболеваний, говорят то, что дышите, свежий воздух, не зря. Какие можно сдать анализы, чтобы проверить работу организма на клеточном уровне? Да, это тоже очень хороший вопрос, но конкретно вот таких именно анализов сдать невозможно сказать, потому что каждый человек это индивидуальность и более, ну так-то, государственная программа диспансеризации населения имеется. Диспансеризация очень много, скажем, выявляет нарушенные функции организма, да? Но каждый человек, я думаю, вот должен сам, даже помимо диспансеризации, должен иметь представление, какие функции, вот как, скажем, смотреть за функциональностью клеток, да? Ну, это зависит, вот какие анализы, зависит от того, что я говорил перед идущим. Вот я сказал то, что самое главное для клеток – это питание и дыхание. Поэтому для того, чтобы посмотреть дыхание клеток кислорода, мы должны посмотреть переносчики кислорода. Это переносчиками кислорода является клетка, самая главная клетка организма – это эритроцит. Внутри эритроцита имеется белок под названием гемоглобин. И вот сколько же в гемоглобине находится железо? Сам, просто по самому себе, вот, посмотреть в общем анализы крови гемоглобин и эритроцит – это, к сожалению, не информативно. Это даст только 40-50% информации потребления, обеспеченности кислорода. Мы должны смотреть обязательно ферритин – это уровень железа в организме, трансферин мы должны посмотреть, факторы всасывания железа мы должны посмотреть. То есть, это по, скажем, дыханию клеток. По питанию клеток мы должны посмотреть не только глюкозу, а мы должны посмотреть вот этот транспортер глюкозы, инсулин в каком состоянии, соотношение инсулина и глюкозы. Мы должны смотреть необходимые, самые необходимые витамины. Я смотрю, очень много люди сдают ненужных анализов по минералам, по витаминам. Надо малыми, вот скажем, без особых больших финансовых затрат, основные, смотрите. Самое основное из витаминов, мы считаем, что, ну, это не мы считаем, а доктора намного умнее нас, намного научные, скажем, подковины нас, большую-большую роль отводят витамины D. А мы в Якутии, у нас в Якутии имеется очень большая нехватка витамина D, супербольшая нехватка. Каждый второй житель дефицита. Поэтому для того, чтобы быстро диагностировать свое состояние здоровья, надо общий анализ крови, состояние железа смотреть, состояние основных гормонов смотреть. Это гормоны щитовидной железы, гормоны надпочечников, поджелудочной железы, яичек, яичников. Но это лучше делать с помощью обученного врача. То, что пишут, скажем, в референсных значениях, вот обычно в любом анализе пишут референсные значения, но надо понимать то, что референсные значения – это далеко не норма. Спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Я думаю, что после нашей с вами беседы люди задумаются о своем здоровье. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, через две минутки вернемся и продолжим поговорим о микро-макроэлементах и о витаминах. Всем здравствуйте, кто к нам только присоединился. В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» и я, ее ведущая, Юлия Касьянова, врач-психиатр. Моим гостем сегодня является врач-андролог-эндокринолог Григорьев Николай Николаевич. И мы говорим про здоровье клеток и здоровье организма в целом. Николай Николаевич, для нормального функционирования организма нам необходимы микро-макроэлементы, а также гормоны и витамины. Как врач-психиатр могу сказать, что для нервной системы большое значение играют витамины группы В. И при их нехватке люди могут часто жаловаться на утомляемость, раздражительность, чувство апатии. Но ни для кого не секрет, что наш регион, он дефицитный по витамину Д. К чему это может привести? Какие симптомы люди могут испытывать при нехватке витамина Д? Ну, тут отдельно не только про витамин Д надо говорить, а весь, всего в комплексе. Потому что вот эти витамины, минералы, они необходимы для того, чтобы наше гормональное состояние был в балансе. Гормон очень многое значит в жизни человека. Все наши действия, то, что мы, что из себя представляем, как выглядим, наша молодость, старость, наше, скажем, состояние тела и души, это в основном работа гормонов. Хормоны, это из греческого слова переводится как двигаю, то есть семи двигателей гормонов. И то, что для выработки гормонов, для баланса нужны эти витамины. Вот, например, вы сказали про витамин Д. Витамин Д, он является самым главным источником, перекурсором, то есть материалом выработки всех наших стероидных гормонов. Это стероидные гормоны надпочечников и ганат, то есть яичников у женщин и яичников у мужчин. И вся наша жизнь зависит, скажем, например, из тех же гормонов яичек. Вот тут тестостерон, эстроген и прогестерон, они являются самыми, точнее, основными гормонами, которые предопределяют развитие, скажем, наличие пусковой механизм взросления и пусковой механизм старения. Вот эти гормоны, вот выработки этих трех гормонов, в том числе и необходим витамин Д. А витамина Д у нас в Якутии, к сожалению, крайне не хватает. У нас, скажем, в течение 9-10 месяцев очень низкая обеспеченность солнечной энергией. А в летнее время, когда у нас будет, когда можно было, естественно, и выработка витамина Д могла бы произойти, и в это время мы либо находимся на работе, у нас недостаточное пребывание под лучами солнца, если даже на солнце выходим, у нас части тела закрыты, либо пользуемся какими-нибудь ультрафиолет-задерживающими кремами. Вот это все задерживает выработку витамина Д. Да и еще вот это последние года, летние пожары, они являются очень большими, скажем, большим препятствием для выработки витамина Д. Витамин Д вырабатывается только под прямыми солнечными лучами, когда солнце не закрыто, ни, скажем, ни туманом, ни облаками, ни дымом от пожаров. Поэтому у нас очень большая, скажем, нехватка. У нас ведутся в клинике научные работы по обеспеченности витамином Д якутян, и у нас предварительные данные очень даже неутешительны. Вот каждый второй человек имеет дефицит витамина Д. Вот самая развитая медицина того времени, это и считалось по всему миру, советская медицина. И вот эта медицина Советского Союза, она на всесоюзном уровне у них была во время Советского Союза программа профилактики дефицита витамина Д и полиненасыщенных жирных кислот. Вот поэтому люди старше 40-45 лет, они все помнят, ну, 40 лет еще помнят, не помнят, но старше 45 точно помнят, что в детских садиках давали в обязательном порядке витаминизированные рыбы и жир. Поэтому в советское время, насколько я помню, с своего советского детства, не было особо толстых детей. Ну, практически не было толстых детей. Почему? Потому что в детском организме витамин Д является самым главным жиросжигателем, энергообеспечивающим веществом. И вот тогда вот эти дети выросли, и потенциал клеток у них был хороший. И когда пришло время им выходить замуж, жениться, проблемы с зачатием никакого особо большого не было. А сейчас выросло целое поколение людей, которые ни разу в жизни не принимали витамин Д через рот, и у них было, в связи с таким развитием гаджетов, бессолнечное детство, то есть сидели по домам, и вот, которые люди 22, 23, 25 лет выходят замуж, там, женятся, у них проблема с репродукцией, с детерождаемостью сейчас очень острые. Чуть ли не каждая вторая пара имеет проблемы с зачатием. Поэтому витамин Д – это не только иммунная система, но и репродуктивная система, да и психологическое состояние человека. Вот вы же сами, как врач-психиатр, понимаете же, наблюдаете же, что зимнее время, вот апогей, холодов, там, декабрь, январь, февраль – это вот депрессивное время, так? Да, повышение уровня стресса, тревога, депрессия именно в зимний период повышается. Вот это тоже очень связано с витамином Д, потому что у нас острейшая нехватка идет, острейшая. Вот вы можете, уже наблюдаете, наверное, в своей практике, то, что когда мы с вами познакомились, когда мы уже вот начали вот это, скажем, разрабатывать это, наверное, уже первый результат видит то, что людям с депрессивным состоянием в зимнее время, если назначить витамин Д через рот, у них буквально через неделю у них меняется самочувствие и состояние. Да, и тревожное состояние – то же самое. Люди часто обращаются с жалобами на тревогу, нарушение сна, плохое настроение, и просят выписать какие-нибудь там серьезные психотропные препараты. Антидепрессанты. Антидепрессанты. Люди сейчас начитаны и многое знают, но нужно объяснять, что достаточно скорректировать дефицит витаминов, и симптоматика может уйти. Да, конечно, это, конечно, не панацея, да, ни в коем случае не панацея, но надо с учетом региональных наших вот этих особенностей, витамин Д, если добавить человеку, да, вот буквально на глазах меняется. Мы очень много наблюдаем в своей практике то, что человек пришел с другими проблемами, например, проблема по репродоксии, проблема по ожирению, и мы назначаем витамин Д, в том числе в комплексном лечении, и человек в течение там через 10, 15, 20 дней, он говорит, интересно, какой-то у меня фон настроения лучше стал, говорит, даже отказался, некоторые говорят, отказался от антидепрессанта, ну, вы, наверное, лучше меня расскажете, это как психиатр, психолог. Ну, я не буду говорить, что тяжелую клиническую депрессию мы лечим только витаминами, да, конечно, нужны и антидепрессанты, и другие психотропные препараты, но когда человек чувствует апатию, когда эта апатия не достигает уровня клинической депрессии, то возможно лечение как раз-таки за счет восстановления дефицитов, микро- и макроэлементов. Все чаще и чаще мы слышим, что в питании современного человека не хватает йода. Чем же он так важен для нашего организма, и чем грозит его отсутствие? Да, вот, скажем, опять же, вернемся к нашему советскому времени, да, наверное, у меня ностальгия по-советски. Смотрите, вот, в моем действии давали не только полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Д в виде там рыбьего жира с витамином Д, но и нам давали йод в обязательном порядке. Йод в Якутии является йод-дефицитным регионом. У нас, к сожалению, морей тут рядом нет. Конечно, вот моря есть, но они далеки от центральной Якутии. И у нас регионы, йод-дефицитный регион, поэтому у нас имеются характерные для дефицита йодозаболевания. Например, заболевания щитовидной железы, вот, диффузные изменения щитовидной железы, узлообразования щитовидной железы, гипотириоз, гипертириоз, то есть нарушение функциональности клеток щитовидной железы, это в основном тоже связано с йод-дефицитными состояниями. Для выработки гормонов щитовидной железы, тироксина и триод-тиранина, обязательно нужен йод. Это вот химическая формула тироксина, имеется Т4, то есть Т это тироксин, 4, то есть 4 это 4 атома йода. Вот тироксин теряет 1 атом йода, и происходит триод-тиранина, Т3, то есть йод необходим для выработки гормонов щитовидной железы. И вот так вопрос такой сразу у пациента возникает, почему у меня есть узлообразование, там диффузный зоб. Вы понимаете, вот в чём дело? У нас до того не хватает йода, а щитовидная железа остро нуждается в йоде. И вот поэтому поймать ещё побольше йода, для того, чтобы вырабатывать гормоны, свои гормоны, щитовидная железа вынуждена увеличивать размеры своей щитовидной железы, чтобы побольше поймать. То есть это можно аналогии сделать. Вот, например, человек поехал на рыбалку с маленькой сетью, процент ловли рыб низкий. А если у человека это будет большая сеть, у него процент ловли рыб будет побольше. Вот, по типу такого механизма щитовидная железа увеличивается и работает. То есть йод остро необходим для гормонов щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы, они обеспечивают, скажем, энергообразование в клетках. Вот в клетки поступают материалы, вещества, необходимые для выработки энергии. Это глюкоза, инсулин его проводит, и кислород. И в результате окислительно-восстановительных реакций и вот эти глюкозы и, скажем, кислорода должна вырабатываться аденатрифосфорная кислота, энергия. И вот скорость выработки энергии этой, то есть аденатрифосфорной кислоты, регулируется тироксином и тириотиранином. Вот поэтому нужно. Поэтому у людей, у которых будет низкий уровень гормонов щитовидной железы, человек будет апатичен во всем. У него сил нет, энергии нет, утомляемость, уставаемость, невысыпаемость. Вообще это, скажем, человек еле ходит. А бывает такое наоборот. За счет разрушения функции щитовидной, ну, клеток щитовидной железы слишком много вырабатывается. Тогда уже совсем другое. Ну, наверное, вот так вот щитовидная железа с йодом связана. Спасибо вам большое. Сейчас мы вновь перебрёмся на короткую рекламу, а по возвращению поговорим про профилактику заболеваний. КАСАХА 42-00-88 Всем здравствуйте, кто к нам вновь присоединился. Я напоминаю, что в эфире программа «Якутск сегодня» я, её ведущая, Юлия Касьянова, а мой приглашённый гость – врач-андролог-эндокринолог Григорьев Николай Николаевич. И сегодня мы говорим про здоровье на клеточном уровне. Николай Николаевич, мы так много рассказали про микро-макроэлементы, про гормоны, про работу организма на клеточном уровне. Давайте теперь поговорим про профилактику заболеваний. И первое, как мне кажется, самое важное – это правильное питание. Ведь не зря говорят, что ты есть то, что ты ешь. Ты и кушаешь, да, что ты ешь, да. Элементы, ну как скажем, правильное питание. То, что вот у меня сколько работа, и у меня приходит такой, я прихожу и пришёл к такой мысли, что то, что очень многое пишут как основа правильного питания, они в основном сделаны без учёта наших национальных, региональных особенностей. Вот, например, европейские севетилы науки в последнее время пишут то, что красное мясо – это вредно для организма. Так ведь, ты пишешь же, да? Пишут. Да. Красное мясо надо кушать один раз в неделю. Это для европейцев, возможно, красное мясо как-то опасно, да? Но для нас, для якутян, это, скажем, мы, наш организм может извлечь необходимые вещества только из мяса, вот, в достаточном количестве. И в Якутии до сих пор есть такое, то, что люди становятся вегетарианством, это совершенно никуда не годится, понимаете? Это больные люди. Очень много вегетарианцев болеют, скажем, вплоть до туверкулеза болеет, потому что нет необходимых, скажем, веществ для борьбы с инфекционными заболеваниями, со всеми. Правильное питание обязательно должно быть с учетом наших географических и национальных особенностей. Углеводы надо нам, Саха, Якутам, Саха, Эвейнкам, Эвейнам, Юкагерам, Чукчам, ну, местным народам, намного-намного уменьшить, потому что очень идет большая углеводная истерия, очень много потребляется углеводов, наш организм не может, скажем, переработать, сколько углеводов, поэтому сейчас проблема ожирения стоит вообще остро, очень остро стоит. Каждый, вот выходишь на улицу, идешь и смотришь, очень много толстых людей. Раньше смеялись то, что Америки толстых людей, а сейчас мы, наверное, Америку перегнали. Это наша углеводная вот эта истерия. Дети здесь стоя кушают углеводы. Так что правильное питание, это должно быть наше обязательно, учетом наших региональных и национальных особенностей, это мясо, рыба, ну и клетчатку не надо забывать. Обязательно должна быть клетчатка. Контроль зависит от того, чтобы быть обязательно. Как психиатр хочу добавить, что в нашей еде обязательно должны быть омега-3 жирные кислоты, да, думаю, вы с этим согласитесь. Обязательно в порядке. Да, и они также способствуют нашему настроению, улучшению настроения, помогают даже нормализовать сон. А вот почему вот так делать, если так кратко рассказать, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, они очень, скажем, влияют на эластичность клеточной мембраны, то есть клеточная стенка зависит от полиненасыщенных жирных кислот, а клеточная стенка является, скажем, крепостной стеной наших клеток. Они что, пропустили в себя хорошее, но не пропускали плохое? Отсюда, из себя, изнутри, из клеток выпускать плохое, но не выпускать хорошее. То есть для этого должно быть достаточно хороший уровень полиненасыщенных жирных кислот. Естественным путем полиненасыщенные жирные кислоты можно взять поеданием нашей северной рыбы. Именно северной дикой рыбы. То, что вот говорят, я семгу кушаю, но эта семга, к сожалению, выращена в фермах, рыбные фермы есть такие. Вот там искусственное питание. Поэтому надо, если вот так, выбор между семгой и выбор между, скажем, северными рыбами, надо сделать пользу северной рыбе, потому что это наше дикой рыбы. Там намного больше полиненасыщенных жирных кислот. Если у организма, у человека полиненасыщенные жирные кислоты будут в достаточном объеме, индекс, омега-3 индекс, тогда инсультов и инфарктов они уйдут. Как они, скажем, ученые нашли это вещество омега-3 кислот? Они начали вот этих эскимосов в Гренландии исследовать. У них до, скажем, так как они потребляли большое количество жирной рыбы, у них инсультов, инфарктов практически не было. Ишемическая болезнь сердца ноль силов, ноль сколько-то промилле было. Они думали, за счет чего-то. И вот искали, нашли и козапентоиновые кислоты, и докозакоксоиновые кислоты. Это омега-3 кислоты. И вот только вот когда вот и с тех пор началась омега-3, вот скажем, эра, да, омега-3, то, что она помогает, очень здорово помогает организму. К сожалению, вот только поеданием рыбы, сколько мы вот сейчас городской человек поедает, кушает рыбу, потребляет рыбу, невозможно покрыть весь, всю потребность омега-3. Потому что, ну, рыбу, сколько мы можем кушать? Ну, раз в неделю. Это вот, скажем, особо продвинутые люди. Раз в месяц вот некоторые. Поэтому этого мало. Поэтому в виде добавки обязательно надо. А вот, если опять же вернуться в Советский Союз, в Советском Союзе в четвергах был рыбный день. И в день, и в день. Вот любой кафетерий, любое вот это, скажем, столовый, ресторан, рыбный день, пожалуйста. В меню, в рыбах. Так что, тоже государственная программа была. Ну, сейчас такого государственной программы нет. Надо, наверное, самим можно устраивать такое и так же. Подытожить хочется тем, что в настоящее время у нас очень высокий уровень сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов и соблюдение рекомендаций по правильному питанию. Это профилактика и сердечно-сосудистых заболеваний, и заболеваний желудочно-кишечного тракта, ну и так же, конечно же, профилактика тревожно-депрессивных состояний. Я хочу сообщить нашим зрителям, слушателям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире по номеру 32-00-66. Давайте поговорим с вами про физическую активность. Ведь гиподинамия — это тоже такой бич современного общества. Люди стали мало двигаться. Да, что-то у нас бичей современного общества очень много становится. Это и нехватка кислорода, и нехватка витамина D, и нехватка полиненосичных жирных кислородов. Конечно, это экология наша, урбанизация, все это. Конечно, гиподинамия — это страшный бич нашего современного общества. Вот всегда говорят же, движение — это жизнь, говорят. А вот никто, внятно, точно не могут сказать, почему движение — это жизнь. Вот если с аналогией с машиной сделать, наоборот, движение должно перевести в быстрые поломки всего-то. Если много денег, то должно быстро ломаться. Но это с механизмами, а с человеком с точностью, наоборот. Почему? Почему движение — это жизнь? Потому что все биологические жидкости организма, будь кровь, лимфа, пот, всякие ферментативные жидкости, моча, желчь, кишечное содержимое, переходит активное движение, то есть активное состояние, только тогда, когда работают мышцы. Вот поэтому для этого нужна двигательная активность. Вот поэтому и называется движение — это жизнь. Только тогда активность всех вот этих ферментативных систем будет хорошая. Вот тогда обмен веществ будет хорошая. Поэтому движение — обязательно жизнь. Вот я у вас вижу очень хорошие часы есть со стетчиком. Вот таких гаджетов сейчас великое множество же. Можно, скажем, отрегулировать свой объем движений. Это должно быть уже, как сказать, необходимость, необходимость, чтобы соблюдать за своим здоровьем. Вот только тогда человек может раскидывать на то, что он будет здоровым, достигнет определенного возраста и будет жизнь не в тягость другим, а сам себя за собой ухаживать. Надо понимать то, что вот великая, скажем, философия современности. Не рассчитывайте на больницы. Понимаете? В больницах спасают жизни. Вот в больницах экстренной ситуации там спасут вашу жизнь. Это раз. Вот это функция больницы. А добыть здоровье это человек, это должен сам человек. Он должен быть ответственным за это. Так что не рассчитывайте на больнице, там спасут, только спасут, ну, если что, спасут вашу жизнь. А так рассчитывайте на движение, на правильное питание, на ветеринаризацию, на минерализацию. Как говорят, болезнь легче предотвратить, чем ее лечить. Да, это вот, это еще со времен Гиппократа. Так, вот, Гиппократа по сути до сих пор актуальна. Сейчас, я думаю, актуальней, даже, чем и в прежние времена. Потому что и там лечение сейчас дорогое, все дорогое. Надо дешевле быть здоровым. Николай Николаевич, все ваши знакомые, коллеги, пациенты знают, что вы закаляетесь. Это можно видеть по материалу в соцсетях, как вы смело в 40-градусный мороз выходите на улицу раздетым, обливаетесь. Расскажите, как вы к этому пришли? Во-первых, надо понимать силы и задачи моего такого закаливания. Я хочу на своем именно примере показать своим пациентам, что как может человек закаляться и именно необходимость движения необходимо закаливать, чтобы быть здоровым. А к этому приходится постепенно. В моих соцсетях я вот это рассказываю. Так что это моя миссия. Вы подаете хороший пример. Спасибо. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я благодарю всех слушателей, телезрителей. Мы надеемся, что этот эфир будет для вас полезным. Вы узнаете много нового, интересного, будете заботиться о своем здоровье. Ну а вас, Николай Николаевич, я буду рада видеть еще на нашей передаче. Спасибо за приглашение. Спасибо. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!»